Исмаил Бахадур Шах После побед над Ширваном и государством Ака Куинлу в 1501 году захватил Тибрис и принял титул шаха Азербайджана, в 1502 году титул шаха всего Ирана. При Исмаиле первом территории государство Сефевидов достигло наибольших размеров. Классик азербайджанской литературы. Известны его газели, эпическая поэма «Десять писем», книга наставлений, писал под псевдонимом Хаты. Он оказал влияние на развитие всей тюркоязычной поэзии. Согласно принятой на сегодня версии, он происходил от шейха Сюфиаддина, который в начале 14 века основал в Ардебиле суфийский дервижский орден Сеферия. Происхождение Сюфиаддина покрыто тайной и высказывались мнения, что он был курдом, тюрком, арабом и иранцем. Согласно энциклопедии ислама, сегодня существует консенсус между учеными, что сефевиды происходили из иранского Курдистана и позднее переселились в Азербайджан. Луи Юсиен Билан считает, что Шах Исмаил I был тюрком из Ардебиля. Согласно историку, специалисту по сефевидам Роджеру Сейвори, в настоящее время можно с уверенностью сказать, что сефевиды имели коренное иранское происхождение, а не тюркское. По мнению Сейвори, вполне вероятно, что эта семья возникла в персидском Курдистане, а затем переселилась в Азербайджан, приняв там азербайджанскую форму тюркского языка и в конце концов обосновавшись в маленьком городке Ардебиль в XI веке. Авторитетный востоковед Минорский отмечает, что Исмаил I имел смешанное происхождение, так, например, одна из его бабушек была греческой принцессой Трапезунда. Немецкий иронист Вальтер Хинце приходит к выводу о том, что в жилах Исмаила текла главным образом не тюркская кровь. Уже его сын Тахмаз I начал избавляться от своих туркоманских претарианцев. Отцом Исмаила Сефелебу Шейх Гейдар, глава исповедовавшего шиизм Тюркского племенного союза, известного как Кызылбаша. Матерью Алим Шахбегин, дочь Узун Хасана, правителя государства Ака Каунлу и внучка последнего Трапезунского императора Иоанна IV Каммина. До замужества она была православной христианкой и носила имя Марфа Деспина. Таким образом, по материнской линии в жилах Исмаила текла тюркская и греческая кровь. Он являлся потомком тюркских правителей Ака Каунлу и византийских императоров Комминов. В кругах суфиев считалось, что сефевиды произошли от седьмого шиитского имама Мусу Кизина и таким образом являются потомками пророка Мухаммеда и Али Ибнабу Талиба. Однако это считается легендой, выданной для легитимизации духовной власти сефевидов. В 1488 году отец Исмаила Шейх Гейдар погиб в битве с войсками Шерлан-Шаха. В 1495 году Ака Каунлу захватывает Ардебиль, убивает Шейха Али, старший сын Гейдара. А его младший сын, семилетний Исмаил, скрывается к изолбашинам. Идут облавы на него и его братьев, Исмаил, сопровождаемый семьей доверенными и мирами, бежит сначала в Ардебиль, затем в Решт. Оттуда уже попадает во дворец Карки и Мирзы Али в Геляне, где и получает образование под руководством известных ученых. Вел кочевой образ жизни. У Исмаила было пять сыновей. Рустам Мирза умер молодым, Тахмаст, взошел на престол в 10-летнем возрасте. Сам Мирза, Алгас Мирза и Бахман Мирза и пять дочерей. Ханым Ханум, Перехан Ханум, Махин Банум, Ферангис Ханум и Шавзен Абханум. В 1500 году в возрасте 14 лет Исмаил выезжает из Геляна, собирает к изолбаши и другие тюркские племена и с 7-тысячной армией идет походом на Шерван. Решающая битва происходит в местности Джабани у крепости Гюлистан. Юный Исмаил сражался в первых рядах, своим примером вдохновляя соратников. Шерванцы были разбиты. Шерван-шах Фарух Исар схвачен во время бегства и обезглавлен. От изолбаши после недолгой осады взяли столицу Шервана, Баку. Вскоре Исмаил получает известие, что из Тиблиза против него выступила 30-тысячная армия его двоюродного брата Аулинг Мирзы Акакойнул. Он срочно выступает навстречу, и в середине 1501 года на равнине Шарур под Нахичеванем происходит решающее столкновение. Исмаил одержал блестящую победу над превосходящими силами врагов и затем, двинувшись из завоеванного Шервана на иранский Азербайджан, осенью торжественно вступает в Тиблис, где провозглашает себя шахин-шахом, начинает чеканку монеты и объявляет государственной религией шиизм. Басабив тем самым Иран от других мусульманских стран, где господствовали сунита, он даже принял титул шах и шиян, царь шиитов. При этом он заходил в шиитском рвении так далеко, что издал фирман, указ, приказывающий на площадях ругать и проклинать первых трех праведных халифов Абу-Бакра, Умара и Усмана, которых шииты считают узурпаторами власти Али и грозящей смертью всем, кто будет противиться этому. Исмаил получил огромную поддержку со стороны Кызылбашей, но не пользовался такой же поддержкой в Иране и даже сталкивался с недовольством и ненавистью со стороны большинства иранцев-сунитов. В успехах Исмаила большую роль сыграл его отряд из семерых близких советников, известный как Ахли Ихтисос. Принял титул падишаха Ирана, ранее принадлежащую Узум Хасану. Исмаил считал себя законным наследником своего деда Узум Хасана. Заняв Тибрис, Исмаил выступает против Хамадана, столицы султанов Акак-Энлу. 21 июня 1503 года при Алмагулаге, под Хамаданом, он громит превосходящую армию султана Мурада, которому едва удается бежать. Таким образом господству Акак-Энлу приходит конец, а Исмаил завладевает всем персидским Ираком. В 1503 году овладевает Южным Ираном. В 1504 году захватывает Мазендиран и Гарган, а в 1508 году Багдад и часть Месопотамии. В 1509-1510 годах захватывает Ширас и Харасан и владеет уже всем Ираном. Вместе с ним был получен доступ к торговым путям в Среднюю Азию и в город Герат, который вскоре превратится во второй город в империи. Покинув разгромленный Багдад, Шах Исмаил выступил против узбеков, находившихся под предводительством хана Шейбани, который был убит под Мервом в 1510 году. И Шах посадил на трон Бабура. Шах Исмаил вернул ему его сестру Ханзадеб Бегин, освобожденную из лагеря разбитых узбеков, которую Бабур сдал Шейбани хану в Самарканде 10 лет тому назад. Причем он относился к главе сифивитской империи Шах Исмаилу первому уважительно. Бабур согласился подчиниться Шах Исмаилу и стать шиитом. Это включало в себя чтение хутбы на сифивитский манер, чеканку денег на имя Исмаила и даже облачение в козелбашский наряд. Бабур охотно надел красную 12-конечную челну шейха Хаидара и присоединился к рядам козелбашских приверженцев Шаха Исмаила. Отныне Бабур правил, как сифивитский вассал Шаха Исмаил уничтожал многих курдских племенных вождей и назначали в качестве губернаторов своих людей. Или же, когда они оставляли местную власть в руках местного населения, то они признавали не старые знатные семейства, а их менее влиятельных соперников. Восстания противостоявших этой политике и пытавшихся остаться или стать независимыми курдских вождей жестоко подавлялись. Делегация из 16 курдских племенных вождей, согласившихся выразить свое подчинение Шаху и выразить ему свое почтение в надежде на более снисходительное отношение, была брошена в тюрьму, когда они нанесли визит Шаху в его летнем лагере в Хаев в 1510 году. Затем Шах послал на территории этих курдских эмиров доверенных лиц из казалбашских племен с целью их подчинения. Однако затем Исмаил сталкивается с турецким султаном Селимом Первым Левузом, который выступает против него под лозунгом «Защиты правоверных от шейтов». 23 августа 1514 года при Челдоране происходит решительная битва. Исход ее решила турецкая артиллерия, 300 пушек, которую Шах презирал, и бы считал недостойным воином прятаться в укреплении из пушек. В результате он, кинувшись с мечом в руке под турецкий огонь, едва не попал в плен, его конь упал, и его спасло только мужество одного из его приближенных, выдавшего себя за Шаха. Казалбаши понесли огромные потери и были на голову разбиты. Курки взяли Тибрис, и только вспыхнувшие в Анатолии волнения и меча спасли Исмаила от полного краха. В результате, однако, были утеряны Армению и Арабский Ирак. После Челдоранской битвы Шах и Смаил практически не нападают на соседние государства, если не считать походы на Шерван и Грузинские царства. Оживляются дипломатические отношения с европейскими государствами, Венеции, королевством Габсбурга, Генгрии, с которыми Сефилида стараются заключить союзов против Курции. Шах направляет усилия на укрепление созданного им государства. В 1524 году, в возрасте 37 лет, Исмаил неожиданно умер в Ардебиле, куда прибыл поклониться гробница отца. По хоруне там были сухальницы Сефилида в гору Лерша. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...